Вы открыли со мной Евангелие от Иоанна, 13 глава, мы будем читать с первого стиха. Евангелие от Иоанна, 13 глава, первый стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечерей, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонова Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу отходит, встал с вечерей, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясен. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, а вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал ему, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги нам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал. Сегодня я хочу говорить проповедь на тему «Царь с полотенцем». «Царь с полотенцем». Мы видим, что Иоанна 13 глава – это последний час, когда проводит Иисус Христос время с учениками перед распятием. То есть это накануне Пасхи праздника. Иоанн, он дает сигнал, когда мы читаем первый стих, мы видим, что перед праздником Пасхи Иисус знает, что пришел час Его перейти от мира сего. Мы видим, что Иоанн дает сигнал, что говорит, пришел час. Он говорит о определенном часе, который должен был прийти, о котором знал Христос, о котором знал наш Господь. И он дает сигнал, он говорит, что сейчас будет что-то начинаться, то есть сейчас будет говориться о часе, который должен был прийти. И мы видим, что дальше он говорит, что Иисус Христос возлюбил своих. Мы видим, что раньше Христос проводил время с людьми, он говорил, учил их, но здесь будет личное время с Иисусом Христом, где Христос будет лично проводить время с учениками перед своими страданиями. И он будет что-то показывать, и будет что-то им говорить. И мы видим, что Писание говорит, что все, что он будет делать, есть одна причина. Все, что он about to do, как мы говорим по-английски, или что, что он будет делать в будущем, есть одна причина. И нам это непонятно. Это причина – любовь Бога. Почему Христос пошел на Голгофский крест? Ответ simple, ответ очень прост. И он нам непонятен. Написано, возлюбил своих сущих в мире и до конца возлюбил их. То есть мотивация, то, что делает Бог, то, что делает Христос, то, что он будет делать в 13 главе, мотивацией является любовь. И это особое время, когда последняя вечеря, когда ученики все вместе, как мы говорим, это family такая атмосфера, это семейная атмосфера, где они наедине с Господом, и Христос знает, что сейчас будут страдания, что скоро они оставят его, и он проводит это особое время. И он начинает мыть ноги всем 12 ученикам, включая Иуду. Иуда тоже там был, и Христос тоже ему там мыл ноги. Но хотя все ученики были там и были, может, настроены, был один ученик, Иуда, который, ну, видно, что мы видим по Писанию, что сердце его не было со Христом. Хотя Христос мыл ему ноги, хотя он был в этой семейной, как такой, атмосфере, но его сердце не было со Христом. Этого человека сердце захватил дьявол. Некоторые говорят, вот Иуда, такой несчастный человек, его дьявол. Не думайте, что Иуда был таким марионеткой, что его дьявол захватил, и он ничего не мог сделать. Мне очень нравится цитата одного богослова. Он сказал так, Когда он закрыл свое сердце ко свету, Иуда оказался слугой тьмы. И каждый раз, когда в нашей жизни мы сокрываем сердце ко свету, то мы оказываемся рабами греха или слугами тьмы, даже не понимая это. И хотя там сидели в такой светлой атмосфере, все ученики, сидел один человек, в которого в душе была тьма. Он закрыл свое сердце. Я хочу вам показать картину, которая мне очень понравилась. Это картина Николая Геа, русского художника. Она называется «Совесть Иуда». Это очень интересная картина. И что интересно, он показывает здесь состояние Иуды. В то время рисовать людей без лица – это было что-то неправильно. Лицо было самым главным фокусом картины. Но художник в этой картине нарисовал Иуду после того, как он предал Иисуса Христа. Мы видим, что этот человек стоит один, что он согнувшийся в такой, как сказать, сером свете, то есть темноте. И далеко-далеко есть свет, где ведут Иисуса Христа уже на распятие. Там есть свет, хотя и идут на распятие, но там есть свет. А этот человек, мы видим в этой картине, что одиночество, безвыходность, то есть вот такое состояние очужденности, и вот такой вот холодный свет, под которым он стоит. И мы видим, что вот эти дороги показывают, как то, что он ушел с этой дороги, он находится во тьме. И вот что произошло с Иудой. Он открыл свое сердце ко тьме. Он открыл, дал место тьме в своей жизни. И эта тьма потихоньку захватила его. Не знаю, братья и сестры, но подумайте. Быть близко с Иисусом, то есть ходить с Ним, видеть все чудеса. Он тебе ноги моет, и его сердце не со Христом. Это страшно. Что нам надо делать, чтобы не оказаться как Иуда? Нам надо быть со светом ежедневно. Нам надо пребывать во свете Божьем. Надо быть с Богом. Надо, чтобы Его Слово освещало нашу жизнь и показывало наши ошибки, наши проблемы, наши грехи. Это поможет нам не быть во тьме. Но я хочу обратить два урока с Иуды, которые мы можем с ситуацией Иуды взять. Первое, что не все люди, которые говорят, что они ученики Христа, есть таковы. Не все люди, которые ходят в церковь, или как вот Иуда был Иисусом Христом, есть Его ученики. То есть этот человек был рядом, он был в центре всех действий, чудес и всего остального, но будучи рядом физически со Христом, в сердце у него была тьма, он был далеко от Христа. И можно ходить в церковь, и можно быть рядом, слышать слово спасения, можно слышать в псалме о благодати, о спасении тоже, о жизни вечной, но внутри быть далеко. И я молюсь, чтобы в нашей церкви такого не было, чтобы все люди, которые ходят в нашей церкви, чтобы среди нас не было Иуд. Люди, которые вроде бы-то физически находятся в церкви, но духовно у них нету, у них темнота. Второе, я хочу обратить внимание, то, что Иуда, первое, ему Христос помыл ноги, второе, он участвовал в вечере. Я хочу обратить внимание, что священодействие, как крещение или вечеря Господня, не делает человека святым. То есть все зависит от состояния человека. Иуда участвовал в вечере с Иисусом, но его сердце было неправильно. Есть динаминации, которые верят, что независимо от какого ты состояния, если ты приходишь и ты прикоснешься к хлебу, то Дух Святой, святость Божья, благодать Божья перейдет на тебя и тебя изменит и очистит. Но это неправильно, потому что зависит от состояния человека, не от того, что он физически принимает крещение. Человек может принимать крещение по разным причинам и в конце быть невозрожденным. Человек может жить грешной жизнью и физически участвовать в вечере Господней, но это и не будет ему на пользу. Я уже рассказывал на разборе, что есть такой пример, что во время гонений один человек, который работал на власти, предал своего брата во Христе и этого брата осудили и отправили в ссылку далеко. И что интересно, этот брат был один. А вот этот предатель приходил каждое воскресенье в церковь и раз в месяц принимал участие в вечере Господней. То есть можно физически принимать, но это тебе не будет пользы, потому что не само физическое священодействие, которое мы приказали, дает нам, меняют нас, но вера в Господа Иисуса Христа и то, что Дух Святой действует. Следующий стих я хочу обратить. Написано, Иисус знает, что Отец все дал в руки Его, и что Он от Бога и шел, к Ним Богу отходит. Мы видим Божий контроль в жизни Христа, суверенитет Бога. Мы видим, что все плохие вещи, которые происходили в жизни Христа, Иуда, солдаты, пересвященники, Ирод, Пилат, толпа, которая кричала распни, все это было под контролем Бога. То есть Господь позволяет злу приходить в нашу жизнь, и может это зло использовать в нашей жизни. Если вы спросите, как Он это делает, я вам дам один ответ. Я не знаю. I don't know. Я не знаю, как Бог это делает. Но мы видим, что Иисус знал, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и идет к Богу. И сегодня, может, проходит много проблем и переживаний в твоей жизни, дорогой друг. И ты думаешь, ну как? Как это может быть от Бога? Я не понимаю. Как Бог? Почему Бог это допускает в моей жизни? И мой ответ, я не знаю почему. Но я знаю, что есть Слово Божие. И что Бог говорит, что любящим Его все содействует ко благу. Если я вам дам муку и яблоки, и скажу, покушай муку, потом покушай яблоки, потом покушайте яйца, вы скажете, фу, это невкусно, зачем ты мне даешь? Но когда я возьму муку, я возьму яблоки, яйца и все остальное, и поставлю в печку, где она будет печься и проходить через огонь и жар, и в конце я вытащу пирог, который очень вкусный. Мы не понимаем, почему мы потеряли работу здесь. Мы не понимаем, почему у нас проблемы с детьми вот здесь. Мы не понимаем, почему у меня переживания вот такие. Но в конце, когда мы посмотрим на все эти проблемы, когда мы посмотрим на переживания, мы увидим, что Господь что-то делает с нашей жизнью, что Он печет нас, что Он меняет нас, что Он работает в нашей жизни. И дальше мы видим, что Он подходит, Иисус берет полотенце и воду, припоясывается и начинает мыть ноги. Я хочу сказать, что это работа раба. То есть рабы это делали, и то не все. И все 12 человек зашло. Скорее всего, там не было слух. Они были одни. И все уселись. Никто не хотел, может, как служить друг другу. Это очень была низкая работа. И теперь мы видим, что Сын Божий, это в голове невместимо у нас, это человеческому уму, это непостигаемо. Сын Божий берет полотенце и начинает мыть грязные ноги учеников. Мы видим, что, когда Петр это все видит, он, будучи таким парнем горячим и таким, ну как сказать, смелым, он, видя это все, что Иисус делает, так моет ноги, все, у него реакция, он говорит Христу, тебе ли мне мыть ноги, Господи? То есть, он не выдержал, он говорит, тебе ли мыть ноги, Христос? И потом он говорит, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Наша гордость и наша плоть всегда будет препятствовать в вере, что Иисус Христос может омыть нашу жизнь кровью святой. Я глубоко уверен, одна из причин, почему люди не принимают Евангелие, когда они понимают, потому что гордость. То есть, наша плоть, она не хочет принять, что кровь Христа, что Христос может омыть наши ноги, что Он может омыть нашу жизнь. И очень часто вот эта плоть, вот это я, оно не смиряется перед Богом. И мы не можем сказать, действительно, Господи, омой мне ноги, омой меня. И сегодня я хочу спросить всех слушающих, смотрящих, омыт ли ты Богом кровью Его? Омыл ли тебя Бог? Идешь ли ты к Нему? Или у тебя есть плоть, твоя гордость, которая не хочет принять Евангелие, которая не хочет принять то, что Христос искупил, очистил? Мне нравится цитата Эндрю Мюрри, он говорит так, «Pride must die in you, or nothing of heaven can live in you». Pride must die in you, or nothing of heaven can live in you. смерть должна умереть в тебе, или в тебе ничего небесное не может жить. То есть, наша гордость может быть препятствием, чтобы говорить Христу, чтобы Он не омывал нам ноги, чтобы Он не вникал в нашу жизнь, чтобы Он не очищал нас. И сегодня есть люди, которые так гордятся. Я особенно заметил это среди образованных людей, люди, которые считают, что они чего-то достигли, или успешных людей. Когда ты им начинаешь говорить о том, что им надо, чтобы их омыл Иисус Христос, что им надо, чтобы Бог омыл их грехи, очистил, у них сразу, «Стоп! Я могу сам себе помочь? Я достаточно умный человек, я не такой плохой, как все другие». И очень часто они не хотят и не приходить к Иисусу Христу. Вот почему и в мире есть вот такое противостание Евангелию, потому что, чтобы принять Христа, чтобы Христос омыл тебя, твои ноги, тебе надо смириться, твою гордость смирить, себя смирить. Эти люди очень часто, я вот на работе слышу, они понимают, что у них есть проблема, они читают всякие self-help books, книги, чтобы себе помочь. Некоторые с ними, я даже слышу, они мне говорят, они занимаются самовнушением, они все говорят, вот я могу, я сильный, я такая, я такой, я такой. Но что интересно, ко Христу они не хотят идти. Почему? Потому что это гордость человека. Человек, естественно, грешный, и по природе мы не хотим, чтобы нам Бог омывал наши ноги и омывал нашу душу. Потом Иисус говорит ему, Петру, если не омою тебя, не имеешь счастья со мной. То есть, если ты хоть быть с Иисусом, ты должен позволять ему омывать твою жизнь. Если ты хочешь быть, иметь часть с Иисусом Христом, ты должен позволять, чтобы Христос омывал тебя, очищал тебя от твоих грехов. От грехов. И дальше он говорит, он разделяет омытие на две категории. Он говорит, Петр говорит, полностью меня омой. А Петр говорит, омытому в 10 стихе нужно только ноги умыть, потому что чист весь, а вы чисты, но не все. То есть, здесь Христос говорит о двух видах омытия. Первое, это омытие, когда тебя первый раз полностью омывают. Это он говорит о Голгофе, он говорит о том, когда человек принимает Слово Божие и когда грехи его пригвоздены как Голгофе, и когда он получает прощение, очищение души, и кровь Христа его полностью очищает. Это первое омытие. И Петр говорит, что ты уже омыт. И дальше он говорит, но также есть ежедневное очищение. Я вам скажу, хотя я верующий человек, и было время, когда я принял Христа как личного спасителя, и кровь, и раскаялся в своих грехах, и кровь Христа очистила, омыла меня, мне все равно надо приходить ко Христу каждый день и ежедневно просить Его, чтобы Он меня очищал. То есть, ежедневное очищение, когда мы приходим к Нему и мы просим, чтобы Он очищал. Наша греховная природа, она дает о себе знать на работе, в семье, наедине, когда мы, то есть, мы видим эту силу греха, мы видим, как дьявол атакует, и очень важно вот практиковать вот это ежедневное очищение, то есть, приходить к Господу Иисусу и говорить, Господи, очисти меня, омой меня сегодня от моих грехов, что я сделал неправильно. Мне очень нравится, как Мартин Лутер Кинг Джуниор сказал, он сказал, «Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that». то есть, мы говорили, что тьма захватила сердце Иуды, и Мартин Лутер Джуниор говорит, что только свет может вытолкнуть тьму из жизни человека, что тьма не может вытолкнуть тьму из жизни человека, что человек должен быть наполнен светом. И если у твоей жизни есть переживания и трудности, тебе надо как себя, на себя наложить духовную дисциплину, то есть, ты знаешь, где ты падаешь, ты знаешь, где ты спотыкаешься, то есть, тебе надо, как сказать, посмотреть на свою жизнь и посмотреть, где ты можешь практиковать вот эту духовную дисциплину, то есть, я должен быть в церкви постоянно, я должен быть на служении, я должен быть себе создать определенные, я не хочу говорить слова правила, но действительно правила, где ты должен быть, чтобы ты мог быть среди света. Мы не оправдываемся нашими правилами, мы оправдываемся кровью Христа, Но очень часто надо нам с нашей жизнью что-то сделать, чтобы иметь духовную силу. Я могу говорить сколько хочешь о силе, но если я не хожу в джим и не занимаюсь спортом, то этой силы не будет. И когда я первый раз приду в джим, я не подниму 200 паундов, а я подниму очень мало. Но через пару лет или через год или через полгода я буду поднимать намного больше. Так и в духовной жизни. Вначале, может, ты не можешь победить это, и ты здесь падаешь, спотыкайся. Но со временем ты духовно креп и стаешь сильным, и ты побеждаешь то, что ты раньше не мог победить. В конце я хочу обратить внимание, что Христос, омывая ноги, это не только прообраз того, что Христос омывает на Голгофском кресте нашу душу, нашу жизнь, нас омывает. Но также это пример для нас. Фома когда-то сказал Господу в 20 главе, 28 стих. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Господь мой и Бог мой. Он называет Христа Господа моим и Богом моим. И дальше Павел говорит филиппинцам, 2 глава, 5 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитает хищным быть равным Богу. Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послужим даже до смерти и смерти крестной. Люди, бывает, говорят, а что это я должен этому человеку в церкви служить? Ты посмотри, кто он, а кто я. Ты посмотри, кто она, кто они, кто мы. И люди бывают, ну так вот, считают, что они выше. Я хочу сказать, что каждый раз, когда ты говоришь, почему я должен служить этому человеку, он ниже меня, ты себя ставишь выше Иисуса Христа. Потому что Библия говорит, что выше всяких имен, которым надлежал быть на небе, это наш Господь Иисус Христос, что Он есть Бог наш и Спаситель нас. И Христос, будучи Богом, берет полотенце и моет ноги. Вы думали об этом? Может, в следующий раз, когда в семье у тебя конфликт, ты вспомни об этом, что тебе надо быть, иметь те же чувствования, как у Иисуса Христа. Не стесняться полотенца. Если в следующий раз в церкви у тебя какие-то, может, недоладки с братом или сестрой, вспомни об этом, что Христос, Бог, Сын Божий, мыл ноги. Кто мы такие грешные, что мы будем считать себя выше Христа, что мы считаем, что этот человек не достоин ему мыть ноги. Христос даже мыл ноги Иуде. Дима, ты не знаешь этого человека? Ты не знаешь, какой он плохой? Ты не знаешь, сколько зла он мне сделал? Я не знаю, но я знаю, что мой Спаситель, Господь, мыл ноги. И это должно теперь внедряться в мою жизнь. Как часто мы моем ноги. Я не говорю о физическом. Я знаю, что некоторые церкви это имеют как о священодействии. Нигде в Писании не говорится, что это священодействие. Это один раз мы видим здесь только момент, где это встречается, в 13 главе. И есть цель, Иисус говорит, что показал, что Он возлюбил до конца. То есть мы не видим нигде дальше в Писании, что это повторяется, или это заповедь. Это просто был такой один раз момент в жизни, где учеников, где Христос хотел показать, научить своих учеников. Но я сегодня хочу спросить, как часто мы готовы мыть ноги? Как часто мы готовы служить? Я себе спрашиваю, Дима, как часто я готов унизиться заради брата и сестры моей? Я считаю, что одна из проблем, то, что проблем, но проблемные церкви, где постоянно разделение, и где постоянно вот такие вот, как сказать, нету мира, одна из проблем, что люди не имеют вот такого смирения. Вот успех церкви, успех духовного состояния общины, когда фундамент заложен, на что люди понимают, что мы должны друг другу мыть ноги, что мы должны друг другу служить. Я также считаю, что успех быть светом в мире, когда человек работает на работе, и он не превозносится, не ставит себя кого-то или что-то, но он служит, и служит очень правильно и честно. Вы знаете, мне как-то бывает печально смотреть, ну что у нас христиан немножко вещи неправильно повернутые. Когда ко мне человек подходит и говорит, я хочу быть ну хорошим художником, я хочу быть специалистом в моем деле, некоторые люди считают, что это гордость. Но я считаю, что проблема сегодня, что христиане не хотят быть excellent for glory of God, то есть, если я буду художником, я хочу быть самым лучшим художником. Почему? Каким? Чтобы принести славу Божью. Если я буду на работе работником, я хочу быть самым лучшим, не то чтобы работником, чтобы возноситься над кем-то, но чтобы люди посмотрели и сказали, этот человек, он другой, его работа, как он работает, как он служит нам, как он помогает, как он поддерживает, он другой. И они увидели в этом Христе. И сегодня христиане должны стараться быть самым лучшим примером через силу Христа, не для своей плоти, не для своего, самым лучшим бизнесменом, не потому что я хочу быть богатым, не потому что я хочу много денег заработать, но я хочу показать славу Божью к неверующему миру, как я это делаю. Но очень важно иметь понимать, что Христос был слугой, что он мыл, что он мыл ноги и готовы ли мы служить, как он служил. Когда я был в Дауэске, я не учился там, но я ездил, посещал, потому что у меня было желание учиться в Дауэске в теологической семинаре, я там увидел одну статую бронзовую. Она меня очень коснулась, я хочу показать вам ее. Братья, вы сможете показать эту статую? Я увидел статую, где Христос умоет ноги Петру. Что интересно, что ты не можешь увидеть лица Христа, пока ты сам не станешь рядом на колени и не нагнешься. То есть не займешь вот такую позицию служащего, как занял Иисус Христос. И я думаю, что это очень правильная статуя. Если мы хотим увидеть Иисуса, если мы хотим увидеть лицо Христа в нашей жизни, нам надо встать тоже на колени, как он. Нам тоже надо взять ноги наших близких, братьев, сестер, нуждающихся. Нам надо не стесняться сделать наше белое полотенце грязным. И тогда мы будем подражать нашего Господа Иисусу Христу. И сегодня я хочу в конце закончить такой мыслью. Ты не можешь быть... Оставьте, братья, вот эту статую, пусть она горит. Ты не можешь быть, как Господь Иисус Христос, если тебя не смирил Голговский крест. Если ты не пришел и не смирился перед Христом, чтобы Он омыл тебя. Пока ты не смирился перед Богом, твоей жизни не будет смирения. Пока ты не признаешь перед Богом твою зависимость и то, что ты нуждаешься в очищении, то ты никогда сам не сможешь стать таким. И чтобы быть, как Христос, надо сначала прийти к Голговскому кресту. И мы сейчас на преддверии Пасхи. Христос пойдет на крест. Христос, мы видим, берет на себя грехи наши. И Он несет их на Голговский крест. Там Его распинают. И в воскресенье мы будем праздновать Он воскресает. Он воскрес и Он победил смерть, Он победил грех, Он победил силы тьмы. Но мы хотим посмотреть на нашего Господа и сказать, Господи, мы нуждаемся в том, чтобы Ты омыл, очистил нас. Чтобы Ты нас помогал нам ежедневно очищать нас. И также, Господи, я хочу показывать Твой характер в своей жизни. там, где есть смирение, там тишина в доме, там нету скандалов. Там, где есть смирение, там начальники любят своих подчиненных, потому что эти не ругаются с ними. Там, где есть смирение, то люди смотрят на человека и видят, что в нем что-то другое. Хотя этот человек многим облагает, и он мог бы якать и хвастаться больше, чем все другие. Но он вносит в себе характер Христа. Пусть Бог поможет нам иметь это смирение. И чтобы нам иметь это смирение, мы должны сами сначала быть смирены Крестом Голгофским. Аминь. Давайте мы помолимся с вами. Я дам несколько минут, чтобы мы, кто желающий осмотрит нас, помолились, и я потом помолюсь. Дорогой, Господь, я благодарю Тебя, что Ты смирил себя и смирил до смерти крестной, Господь. Я прошу, помоги, чтобы теперь мы имели, были смирены Крестом Голгофским в нашей жизни. Чтобы мы подражали Тебя к примеру, который Ты оставил для нас. Чтобы мы не возвышались, чтобы мы приходили к Кресту Голгофским, который поможет нас смирить и очистить. О, Иисус, Господи, я так нуждаюсь, чтобы Ты очистил меня. Сколько есть недостатков, сколько есть грехов, сколько есть ошибок. Очисти, пожалуйста, омой. Только Ты можешь очистить, только Ты можешь омыть. Я благодарен Тебя за Твою жертву, и я благодарен Тебя за Твое воскресение. Слава за все. Аминь. Продолжение следует...